В сентябре 41-го город погрузился во тьму. И вечерами, и ночью. Прошел слух, что возможны бомбардировки. Окна занавесили шторами из плотной черной бумаги. По ночам по городу ходил патруль, проверял светомаскировку. И командно стучал в окна. Эй, закрывайтесь лучше, вас видно. Что будет? Зачем остановили дивизию? Откуда у русских такие резервы? Еще не привыкшие к стрижке. Пилотки, надвинув на лоб. Совсем молодые мальчишки. Целуют ревущих захлеб. На уличных столбах с утра до ночи гремели черные раструбы громкоговорителей, из которых раздавался леденящий душу голос Левитана. После упорных боев нашими войсками оставлен город Новгород, Кишинев, Одесса. А сразу после этого, каждый день, как молитва, песня идет война народная, священная война. У магазинов стояли серые, едва движущиеся ленты очередей. В глазах у каждого недоумение и страх завтрашнего дня. Что будет? Что будет? Все со страхом сжимали в карманах карточки на хлеб. Только бы не потерять. Только бы не украли. Украденная карточка была равносильна смерти. Второй раз тебе ее никто не выдаст. Иногда можно было видеть, как к магазину подъезжала лошадка, которая везла крытый фанерный фургон. Старик-войщик, подпоясанный кушаком с конутом, а за голенищем спага, казался неприступным. А когда дверь магазина раскрывалась, оттуда вырывался изнуряющий вкусный запах свежего хлеба. Пайки были небольшими. И когда хлеб отрезали, тот, кто стоял у прилавка, внимательно следил за каждым движением руки, сжимавшей нож. Особенно везло, если тебе доставалась ржаная горбушка, слопнувшей от жары корочкой. Почему-то казалось, что горбушки хватит надольше. Везло и тому, кому доставался небольшой довесок величиной с ноготь. Ты мог съесть его по дороге домой. А раструбы громкоговорителей на столбах, знай, твердили свое. После упорных боев наши войска оставили Смоленск, Орел, Калинин. А потом проурные марши, русские народные песни и письма жен бойцам на фронт и бойцов из окопов домой. И снова марши и песни. Итак, до нового сообщения Левитана. 12 октября советские войска оставили Калугу. 14 октября немцы заняли старинную Тверь, город Калинин. Можайск, Малоярославец, Волоколамск, Клин. Вот уже танки Гудериана на подступах к Туле. В октябре 41-го многие зарубежные издания опубликовали сенсационную фотографию. Немецкий офицер у стереотрубы. Подпись под фотографией была лаконичной и многозначительной. Он видит Москву. Нет, он еще не видел Москвы. И эта фотография была всего лишь обычным пропагандистским трюком. Пока еще была трюком. Но уже в начале декабря Москва и впрямь появится в окулярах немецких биноклей. Осенью 41-го года куйбышевцев стали уплотнять, подселяя в их и без того тесные квартиры эвакуированных. В коридорах, уставленных ларями, сундуками, кошелками и ведрами, там, где и раньше трудно было развернуться, Теперь началась настоящая давка. И только лампочка под потолком, горевшая в треть накала, а иногда гастувшая, не позволяла столкнуться лоб в лоб. Эвакуированная откуда-то из-под Киева старуха постоянно обродила по коридору, держа перед собой вытянутые руки, и промотала. Пхала! Пхала! Очевидно, это означало держитесь, пожалуйста, правее. В самой дальней комнате поселился старик, ученый из Ленинграда, больной, причем только душа держится. По дороге в Куйбышев у него украли мешок картошки. Он плакал и молил Бога о смерти. И она его услышала. К зиме старика не стало. Но до зимы еще надо было дожить. Не замерзнуть и не умереть с голоду. Вальник не снимали, а за ужином пили чай. Морковный или свекольный. Иногда кто-нибудь приносил сахарин, как называли кристаллический порошок серого цвета. Пить чай с ним часто было нельзя. Он был вреден для желудка. Так закончился октябрь и начался ноябрь 41-го. Уже две недели, как в Куйбышев, было эвакуировано правительство, часть аппарата ЦК, Коминтерн, во главе с Димитровым, академический большой театр, редакции газет и журналов. Совсем недавно на Куйбышевских улицах появились машины с дипломатическими номерами. Но еще никто не знал, что совсем скоро здесь, в Куйбышеве, произойдет поистине историческое событие, сопоставимое с большими победами на фронте. С неслыханной по тем временам скоростью тысячи километров в сутки 65-я стрелковая дивизия под командованием Кашевого двигалась к Москве. И вдруг приказ остановиться в Куйбышеве для строевых занятий. Придя в наркомат, комдив долго не мог получить ни от кого вразумительного ответа, что происходит. Зачем остановили дивизию? Остановили, потому что это приказ Верховного. Выполняйте. Скоро узнаете, зачем. Утром 7 ноября 1941 года в Куйбышеве было морозно и ветрено. Ноябрьский ветер гонял по площади снежную крупу, щипал щеки. Щипал он щеки и сотрудникам посольств, и иностранным корреспондентам, которые мерзли в это утро вот на этой площади, слева от трибуны. Но не снежная крупа, не колючий русский ветер занимали в эти минуты англичан и американцев, норвежцев и японцев и всех остальных. Занимали их, казавшиеся неразрешимыми им вопросы, откуда у русских столько людей и техники, где они взяли такие резервы. А по площади шла пехота, шли курсанты военно-медицинской академии, двигалась артиллерия и танки. Нет, не 34-ки. Пока еще не 34-ки, а танки старого образца. Мотопехота и женский батальон войск противовоздушной обороны. Несколькими ярусами промчались в небе самолеты, штурмовики, бомбардировщики и истребители. Полтора часа, полтора часа на площади тылового города разворачивалось невиданное и неслыханное действие. Парад в стране, в столице которой уже орвались фашистские полчища. Где они взяли, столько людей и техники, недоумевали дипломаты. Откуда у русских такие резервы? Дипломаты не знали, что уже через несколько дней вот эти самые красноармейцы, которые сейчас чеканили шаг по площади и старались удержать равнение перед трибуной, лягут в землю в боях за Москву. Не знали они и того, что эти танки будут сожжены в тех же самых боях в Подмосковье. Этого им никто не расскажет. Но зато они расскажут своим правительством обо всем, о каждой мелочи, включая этот колючий русский ветер. Верховный не ошибся. В тот же день дипломатические миссии информировали свои правительства. У Советов есть свежие, хорошо вооруженные резервы. Есть танки и артиллерия, штурмовики и бомбардировщики. А это значит, что уже в ближайшем будущем следует ожидать перемен на фронтах. Это значит, что Советский Союз борется и будет дальше бороться с фашизмом. Несомненно, что эти донесения о параде сыграли свою роль в переговорах о помощи оружием и стратегическими материалами по Ленд-Лизу. Сыграли они свою роль и в дальнейшей расстановке сил на военной карте мира. В декабре 41-го разведчик Эрихард Зорга сообщил из Японии Япония войны не начнет. А ветер на Куйбышевских улицах становился между тем все холодней и холодней. И вот он уже, кажется, не щипал щеки, а вырывал куски мяса, обжигал. Мерзли люди, мерзли собаки, мерзли дома и деревья. На базаре деревенские тетки, закутавшись в платки и шали, торговали самосадом из мешков. Граненый стакан с горкой стоил 50 рублей, буханка хлеба 300, полбутылки водки 500. Было дело, покупателей бессовестно обманывали. В бутылку под сургучную пробку наливали простой воды. В куске хозяйственного мыла можно было найти деревянный брусок. Иногда на толкучках устраивали облавы, искали спекулянтов и дезертиров. Но и обжигающий ноябрьский ветер и спекулянты и деревенские тетки с их самосадом втридорога все это не имело теперь никакого значения. Потому что те полтора часа парада и штурмовики над площадью доказали всем и каждому, что если дух народа не сломлен, его нельзя поставить на колени. Раздался сигнал по вагонам. Оставив жен и невест, солдаты уходят с перона. Их провожает оркестр. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров